За полярные столицы отметили светлый праздник Рождество. Ненастная северная погода никак не повлияла на настроение и желание мурманчан поучаствовать в праздничном мероприятии. Хороводы, гуляния на Семеновском озере и традиционные поздравления. Так в городе Героя началось утро 7 января. 6 января в 12 часов ночи начинается рождественское богослужение в православных храмах. А 7 принято поздравлять друзей и родных с этим светлым праздником. В отличие от европейцев, которые стремятся отметить Рождество в кругу семьи, в России принято двери держать открытыми, чтобы заходили все, кто хочет поделиться праздничной радостью. Хороводы водим, калятки поем, ходим по домам, просим пирогов, не дадут пирогам и корову за бока. В парке отдыха на Семеновском озере народные гуляния начались с песен и плясок. Творческие коллективы Ленинского дома культуры, несмотря на морозы, каждый год радуют северян выступлениями. В этом году традициям не изменяли. Ростовые куклы играли с детьми, взрослые водили хороводы. Отовсюду слышались теплые поздравления. Самого доброго, самого прекрасного, самого теплого, чтобы в домах всегда было благополучие, чтобы все друг друга радовали, чтобы как можно меньше было всяких невгод и неприятностей. Всего самого-самого наилучшего. Айя Самиров считает, что без гуляний не могут обойтись такие светлые дни. Издавна Рождество называлось матерью всех праздников и в первую очередь должно сплотить и объединить даже незнакомых людей. Ангелы небесные, пусть хранят ваш дом, пусть любовь взаимная вечно будет в нем. Сердце наполняется светом и теплом. Поздравляем с праздником, светлым Рождеством. Каждый получил на праздники памятные подарки и поздравления, заряд бодрости и позитива. Рождественское утро дало старт святкам, которые продлятся до Крещенского сочельника и сопровождаются гуляниями, посещениями родных и друзей, маскарадом и калятками. Я подумала, любовь не воротится, я подумала, она не придет, а сердечко к тебе миленький просится, а сердечко тебя любит и ждет.